Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. С середины июля ситуация между Арменией и Азербайджаном снова накалилась. Страны предъявляют друг другу претензии. Есть ли способ решить конфликт? С развалом СССР почти во всех союзных республиках вспыхнули межнациональные конфликты. Мины замедленного действия, которые оставила после себя советская власть, взорвались немедленно. Одним из самых кровавых, масштабных и длительных конфликтов стала борьба за свободу и независимость Арцаха, Нагорного Карабаха и последовавшая военная агрессия Азербайджана. В начале 20-х годов прошлого века армянские территории были включены в состав АЗСР, после чего на малой части Нагорного Карабаха была искусственно образована автономная область НКАА с преимущественно армянским населением. В последствии руководители советского Азербайджана постоянно предпринимали шаги по изменению демографической ситуации области в пользу азербайджанского населения, о чем с гордостью заявлял в свое время президент Азербайджана Гейдар Алиев, а затем и его сын, нынешний президент Ильхам Алиев. Политика по ассимиляции и выдавливанию армян из Карабаха проводилась властями советского Азербайджана на протяжении всех 70 и лет советской власти, но потерпела провал. К концу 1980-х народ Нагорного Карабаха выступил с требованием воссоединения с исторической родиной Армении, что вызвало в Баку немедленную и крайне агрессивную реакцию. Армяне компактно проживали не только в Карабахе, но и во множестве населенных пунктов, в том числе в крупных городах советского Азербайджана. С молчаливого попустительства центральных властей и при непосредственном участии и подстрекательстве руководства Азербайджанской ССР в конце 80-х начались геноцид, погромы и насильственная депортация армянского населения по всей территории республики. В результате, к началу 90-х здесь практически не осталось армян, а политика армянофобии, уже после обретения Азербайджаном независимости, была возведена в ранг государственный. Геноцид армян в Сумгайте, февраль 1988, Кировабаде, ныне Генджа, ноябрь 1988, и столица Баку. Январь 1990-го погромы и депортация армянского населения с других мест исторического проживания стали тем водоразделом, после которого стало окончательно ясно, дальнейшее пребывание Нагорного Карабаха в составе советского Азербайджана таит в себе экзистенциальную угрозу. В 1991 году азербайджанский ОМОН, при активной поддержке советских войск, провел операцию «Кольцо», целью которой была этническая чистка армян из НКАА и других районов Карабаха. После вооруженного нападения и насильственной депортации армянского населения из Гиташона и нескольких населенных пунктов Шаумянского района, конфликт окончательно перешел в военную фазу. В сложившейся ситуации 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов народных депутатов, в полном соответствии с законом о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР, была принята совместная декларация о создании независимой Нагорно-Карабахской республики НКР. 10 декабря 1991 года в условиях военной агрессии и непрекращающихся обстрелов со стороны Азербайджана, был проведен референдум, по результатам которого подавляющее большинство, 99,89%, население армянского края проголосовало за независимость. Ожесточенная война между Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном продолжалась до мая 1994 года. Одновременно боевые действия шли на границе Армении и Азербайджана. В частности, мишенью азербайджанских войск были населенные пункты Тавушского района Армении. После подписания соглашения о прекращении огня официальными представителями Нагорно-Карабахской республики, Армении и Азербайджана, полномасштабные боевые действия прекратились. Однако регулярные перестрелки на границе продолжались, время от времени перерастая в боевые действия. Так, в июле-августе 2014 года произошла очередная эскалация напряжения на границе Армении и Азербайджана. Однако наиболее масштабное обострение конфликта произошло в апреле 2016 года, когда Азербайджан вновь развязал войну, на сей раз четырехдневную, против республики Арцах Нагорно-Карабахской республики. После этого и до июля 2020 года на границах обоих армянских республик наблюдалось относительное затишье. Тем не менее, руководство Азербайджана не только не прекращало озвучивать, но и последовательно наращивало агрессивную антиармянскую риторику, расширяя свои территориальные претензии, в том числе на республику Армения. Не стал исключением и период пандемии COVID-19. На фоне неоднократных призывов мировых лидеров к прекращению огня в зонах конфликтов, президент Азербайджана неоднократно выступал с угрозами решить вопрос военным путем, категорически отрицая идею мирного урегулирования на основе компромиссов. 12 июля Азербайджан предпринял провокационные действия с целью обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. После провала провокации, азербайджанские подразделения попытались захватить одну из позиций армянской армии на территории Армении, что привело к очередному витку эскалации конфликта. На боевых позициях между армянским селом Мавсес и азербайджанским селом Агдам. Не путать с бывшим городом на территории Арцаха. Произошло локальное боестолкновение, в результате которого погибли, по крайней мере, три азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения. Инцидент, однако, не ограничился перестрелкой. Азербайджанская сторона применила артиллерию. К вечеру появились сообщения о танках, а затем Баку в массовом порядке запустил ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. В ночь на 13 июля азербайджанская артиллерия начала обстреливать армянские населенные пункты и позиции воскресения Армении. Ответные меры армянских войск привели к потерям в рядах азербайджанской армии как в живой силе, так и в технике. В последующие дни Азербайджан продолжал провокации на границе с Арменией. 14 июля в результате ответного удара армянских сил погибло несколько офицеров штаба 3-го армейского корпуса воскресения Азербайджана, в том числе начальник штаба генерал-майор Палат Гашимов. Этот удар в Азербайджане восприняли крайне болезненно. Бои на границе активизировались, и на следующий день армянская сторона сообщила о попытке диверсии и захвата одной из своих позиций, впрочем, не удавшейся. На этом фоне в Азербайджане начались многолюдные антиармянские митинги с призывами начать полномасштабную войну, которые, однако, постепенно начали обретать характер антиправительственных выступлений с призывом к отставке начальника генерального штаба и министра обороны Азербайджана. Наиболее крупный митинг в Баку был разогнан, применивший силу полиции, часть протестующих была арестована. При этом конфликт переместился уже и за географические рамки двух стран. Акции представителей азербайджанской диаспоры перед посольствами Армении в различных странах переросли в несколько стычек. В Москве один из крупных торговых центров, принадлежащий этническим азербайджанцам, запретил продажу сельскохозяйственной продукции из Армении. Посольство Армении в России уже обратилось в правоохранительные органы с требованием расследовать инцидент. 17 июля президент Алиев сделал попытку переложить ответственность за неудачи на министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова, фактически заявив об отказе от участия в переговорном процессе и аннулировании всех ранее достигнутых договоренностей. 18 июля, уже после заявления президента Алиева, последовала последняя попытка Азербайджана изменить ситуацию на границе с применением артиллерии и беспилотников. В результате удара Бла был ранен мирный армянских житель села Ченари. Однако существенных изменений Азербайджану достичь не удалось. По данным открытых источников, азербайджанская армия потеряла по меньшей мере 20 военнослужащих, 13 беспилотных летательных аппаратов, в том числе дорогостоящий Гермес-900, несколько беспилотников Камикадзе и другую военную технику. Потери армянской армии составили 4 военнослужащих. Сейчас наблюдается относительное затишье. Однако говорить о полном завершении эскалации пока рано. Тем более, что никаких договоренностей о прекращении огня пока не достигнуто. Новые или старые переговоры должны затрагивать одни и те же вопросы. Нынешняя арцахская власть должна официально заявить. В моем предыдущем интервью я призывал, чтобы власти не готовили народы к миру, а сами вместе с народом готовились к войне. Вы были свидетелем моего пророческого предсказания начала военных действий между Азербайджаном и двумя армянскими государствами. В беседе с первым информационным сказал координатор Арцахского комитета «Хельсингская инициатива» 92 Карен Аганджанян. Наш собеседник подчеркнул, что он не против переговоров априори. Поскольку война еще не завершилась между нашими народами, и принципы, которыми руководствуются наши народы вместе с правителями, никак не могут привести на сегодняшний день к мирному урегулированию конфликта, то я убежден, а моя убежденность исходит из моей 28-летней миротворческой деятельности, за которую я получил множество международных премий в области мира и защиты прав человека, что сегодня не существует понятия миротворчества. Концепция миротворчества на уровне гражданских обществ и отдельно взятых личностей ушла в прошлое и больше фигурирует в качестве идеологии и философии в вопросах мира и войны. Самым лучшим инструментом для мира являются инструменты принуждения к миру. Сегодня эти инструменты имеют военно-политический характер, куда входят дипломатия и боевая оснащенность армии и новое мышление общества, основанные только на интересах своей нации с учетом современных вызовов. Июльская война была войной технологий, технологий военного назначения и дипломатического, а также технологий, связанных с новым явлением – коронавирусом. Коронавирус также сыграл свою роль в быстрой реакции международного сообщества, а также неоднозначной реакции диаспор, которые проявили себя, как новый инструмент на построенное мышление и попытка подобным образом свести счеты на чужой площадке, заявил арцахский правозащитник. На наше замечание, что есть мнение, что если удастся вновь сесть за стол переговоров, то надо начинать с нуля, и это может стать хорошим поводом, чтобы вернуть арцах за стол переговоров, а Ганджанян откликнулся. В любом случае, новые или старые переговоры должны затрагивать одни и те же вопросы, и мы в итоге должны подойти к комплексу принципов, вокруг которых должны вестись переговоры, и в них ничего нового не будет. Это первое, на что я хочу концентрировать свое внимание. А во-вторых, бесспорно то, что любое решение или соглашение должны быть адаптированы посредством референдума исключительно народом Арцаха. Поэтому желательно, чтобы его представители были активными участниками любых переговоров, касающихся будущего Арцаха. Наш собеседник подчеркнул, что, если представители Арцаха не принимают участие в переговорах в рамках международных межправительственных институтов, то априори одно очевидно, мы не можем признавать как сами переговоры, так и его результат. Ничего подобного в истории разрешения конфликтов не существовало. Мы не потерпим больше подобного унижения. Я считаю, что нынешняя арцахская власть должна официально заявить, что она не признает никаких переговоров под эгидой международных организаций, коль скоро его законно избранные представители не принимают в них участие. А значит, желание жить в мире в наших руках, мы должны вооружаться и быть умелыми в ведении современных форм войны, чтобы заставить Азербайджан и его шельф международных партнеров считаться существованием независимой республики Арцах, сказал в заключении Аганджанян.